так ребят скажите мне пожалуйста как у меня звук нужно ли мне одеть на местнике можете написать напишите пожалуйста как со звуком так а вот так вот звук лучше так ребят сегодня такую тему я решила затронуть естественно она не просто так секретом наружу или как убедить окружающих самодостаточность в этой теме очень много много всего раскрывается вещами с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни ребят если что вот под этим постом под в последнем пишите комментарии я их буду все читать переход на автономность я я почитаю в том чуть попозже все у вас вопросики а пока я хотела бы как бы такое отступительное сказать да очень часто мы сталкиваемся с людьми которые я сама такой была какое-то время назад что мы начинаем говорить что вот я такой самодостаточный я такой молодец мне вообще чужое мнение без разницы мне там еще что то но как только сталкиваемся непосредственно с каким-то высказыванием в свою сторону то мы его не можем просто так пройти мимо мы его обязательно начинаем обдумывать обдумывать почему начинаем потому что нам оно важно у нас у нас же смотрите у нас мысли возникают только после того как у нас щелкнул нервный импульс то есть то что нас задело вот смотрите вот например рука пока я ее не трогаю она у меня как бы ну рука и рука что с ней там будет ничего как только я ее ущипнула у меня пошел нервный импульс и я о ней начала думать и вот когда мы начинаем не все уже не все но я все таки скажу что многие вы и даже за собой можете отследить это когда начинают говорить что ой не 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 меня это не задело это говорит о том что как раз это и задело это говорит о том что как раз ты захотел доказать то что тебя задело это очень такой достаточно глобальный вопрос как я сейчас уже считаю потому как это еще один крючочек к тому к познанию себе кто я есть то есть это еще один крючочек к тому как у вас возникает мысль как у вас возникает мысль о самом себе какие вы картинки рисуете для самого себя потому что я если я например скажу там это не ведро что вы представите вы представите картинку ведра ну и потом там это не ведро да зачеркнете там какой-нибудь тазик вот еще что то но ваша картинка то есть как только вы услышали как только у вас сработало то что вам вам срезонировало по каким-то параметрам срезонировало не обязательно что хорошо резонировать может и в негативном ключе но тем не менее то что вас зацепило вы начинаете придумывать себе картинку и мысли форму и вот в этот момент попробуйте отследить а что у вас первично получается у вас возникает мысль которая начинает обрисовывать визуальную картину или у вас сначала возникает визуальная картинка в которой вы начинаете потом обрисовывать мысль это очень важно как шаг за шагом что вы делаете это важно именно к познанию себя как вы как вы можете раскрыться для самого себя какие ключики вам проще всего найти для самого себя еще такой ребят момент вот посмотрите на свои аватарки у нас я одно ну я вы же знаете да что я училась на факультет психологии психоаналитика ну в общем все что связано с психологией и на тот момент мне было интересно я изучала не только почерки да какая буква как куда пошла какой наклон какими ручками человек любит писать это все очень раскрывает человека но тогда была еще новая новая тема как себя человек выставляет то есть тогда аватарок еще не было не было тогда аватарок у меня как сейчас помню у меня такая была моторола раскладушка вот но было было очень такой прям крутой крутой но мы все равно в каких танкетах еще куда то в резюме мы всегда прицепляли свои фотографии и вот есть несколько людей несколько категорий людей которые прицепляют фотографии и сейчас возьмем просто аватарки да потому что это то лицо которое мы себя позиционируем на данный момент есть есть люди которые себя сделают свои фотографии которые ну не обработаны либо минимум обработки да которые там телефонные какие-то либо просто какую-то аватарку есть люди которые делают студийные ставят студийные аватарки то есть там когда прям девочка там в красивом платье прям у нее студия не студия и цветы все ее но там если мужчина то обязательно в костюме и ботинки начищены так что там блеск от этой аватарки прям вообще есть люди которые начинают выставлять свои части тела ну как чаще всего это глаза да глаза или там себя сбоку чтобы не видно было лица но силуэт сзади например там какие-нибудь косы выставлять но чаще всего глаза ну есть люди которые выставляют вообще аватарки которые абсолютно никак не связаны с ними то есть если их возбуждает определенный этап их жизни их самопознание и вот эта вот картинка самопознания которая есть на данный момент они их ставят различные там великолепные деревья там небо которое раскрывается непонятно как там естественно йогов очень много ставят там ом еще что-то и это все позиционирует как мы как мы себя представляем как мы себя хотим чтобы видел другой человек иной человек но мы не очень редко задумываемся что человек будет видеть все равно через призму своего восприятия и когда на аватарке вы стоите вы не студийные фото не заштрихованы или как это называется не отфотошоплены не еще что-то это те люди которые готовы если даже они не раскрыты которые готовы в любой момент прийти к себе нам помощь которые готовы раскрыться которые готовы к самопознанию которые готовы к принятию той действительности которая есть в их жизни как только мы видим людей у которых там вот она все красиво да ну например там она себе вытянула ушки такие длинненькие да поставила там что-то еще добавила что-то убавила это те люди которые не готовы на сегодняшний день рассматривать ту действительность в которой они есть той которая она есть то есть они себе мистифицируют некоторые моменты своей жизни и очень глубоко в них верят это те люди которые которых очень легко разочаровать то есть если ты им покажешь какой-то аспект и говоришь как бы нет не так а он уже в этом мире живет для него это будет очень ранимо и следующий этап его жизни он будет таким шатким потому что он понимает что как бы ну как так шала шла и думала 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 думал думал а тут получается не так ну и естественно когда мы вставляем свою аватарку просто картинку которая никак не человек не уможет увидеть с кем он общается он просто видит какую-либо красивую великолепную картинку это говорит о том что с этим человеком ну в разведку туда вот еще не скоро можно пойти потому что этот человек еще не признал себя и как бы этот резонанс не выглядел так оно и есть и как раз вот задавали вопрос про совместные отношения да это но сейчас мы плавно перейдем если можно поддержу вопрос переход на автономию в условиях когда сильная привязанность к семье общих дел мало а еда совместная это ключевая тема общения и отношений я где-то понимаю что если отпустить это то родится новая форма общения и держит просто страх и недоверие жизни ну во-первых вы сами ответили на свой вопрос да а во-вторых не всегда семья бывает поддерживает те или иные ваши увлечения не потому что это не те увлечения которые им нравятся или не нравятся а это всего лишь потому что они недостаточно в вас верят и все это обидно это досадно но как только человек начинает верить в иного человека в другого человека что чтобы он не затеял он его начинает поддерживать он начинает ему как-то помогать начинает его спрашивать какие-то нотки реализации все время что-то там уточняет смотрит еще что-то потому что он знает что что бы ни случилось этот человек своего добьется он может быть немножечко изменит свой путь он может быть как-то модифицирует свою тропку к той цели которая он идет но другой человек любой член семьи его будет принимать просто потому что в него верят если мы видим что члены семьи не верят не принимают это не говорит о том что они не верят ваше питание это не говорит о том что не верит в ваш образ жизни в едение не едены в какие то там ам тусторонний мир еще что то они не в это верятice они верят конкретно в вас, у них нет веры в вас, потому что вы для них недостаточно авторитетны, и вот когда вы становитесь недостаточно авторитетны для своей семьи, то вас, вы это тоже чувствуете, и вас начинает цеплять тоже каждая ниточка, каждый момент того, что происходит между вами. И как бы вы не пытались наладить этот какой-то быт, это все будет бесполезно, пока вы не станете авторитетом для тех членов семьи, с которыми у вас идет разногласие. Если они вам, например, говорят, ой, сыроедение, это вообще ерунда, такая ерунда, такая ерунда, это вообще дело не в сыроедении, дело в том, что они в вас почему-то не верят, то есть у меня была такая ситуация конкретно, давайте сейчас на себе расскажу. Когда я начала переходить на сыроедение, я резко перешла на него по тем причинам, потому что у меня здоровье по-другому не позволило, я как раз об этом рассказывала уже неоднократно. И сначала моя семья как бы меня не трогала, а потом начали говорить, ой, сыроедение, что-то ерунда какая-то, нужно мясо, нужно то, нужно все. И они это говорили не потому, что они не верили в сыроедение, они же про него ничего не знали, как они могли в него верить или не верить. Они это говорили, потому что они были не уверены, что я иду тем путем. То есть я тот человек, который постоянно куда-то, вот мне нужно было куда-то засунуть свой нос. Вот это вот мне нужно разузнать, сюда нужно залезть, там еще что-то. То есть я не сижу на месте, я вот все время такая. И не всегда это нравится. И здесь была реакция точно такая же, что вроде, ну все, она опять куда-то залезла, опять какие-то неубеждения новые, опять она куда-то поперла, опять куда-то пошла. То есть дело-то ведь не в сыроедении было, дело не в продуктах питания, которые я начала потреблять, а дело было конкретно во мне. То есть они меня для себя рассматривали вот так, как несерьезный подход к чему-либо. Вот так я бы сказала. И когда у вас идет какая-то нестыковка с вашей семьей по поводу питания, по поводу образа жизни, по поводу еще что-то. Это дело не в образе жизни. Как бы вы ни изменились, вы начнете что-то другое делать, вы еще что-то будете делать. Вы все равно будете делать это все не так, потому что вы не авторитет для них. Если вы будете делать то же самое, что они, вот они сели есть пельмени, и вы сели есть пельмени, они вам обязательно скажут, что вы там либо лишний пельмень положили, либо не доложили, либо сметану не то и делаете, либо еще чем-то, либо еще чем-то. Не в этом дело. Дело в том, что они все время думают, что вы что-то не дожимаете, что вы немножечко не такой, не такая, что вы, ну, как будто бы как ни туда идете. Потому что, как ни крути, вот если вы себя начнете вспоминать, нам очень важно и очень приятно, когда рядом с нами те люди, за которыми мы стремимся, когда рядом с нами те люди, за которыми мы идем вперед, даже если мы этого не осознаем. Если рядом с нами есть человек, который для нас не авторитарный, он на каком-то подсознательном уровне будет, его поступки будут нас периодами раздражать. Потому что мы понимаем, что нам нужно расти, то есть у нас внутренняя наша вся составляющая заложена на рост, на познание, на познание самого себя в первую очередь. И когда мы не чувствуем, что нам окружение наше позволяет расти, а если еще и вниз ведет куда-то там, то они нас начинают немножечко подбешивать. И от этого никуда не деться, так оно и есть. Но если есть в семье какой-то авторитарный человек, то ты за ним идешь, то ты у него спрашиваешь, то ты у него еще что-то. Не всегда бывает, что вот этот вот прям, вот он все знает, он везде идет. Да, некоторые идут своим примером и показываются, потом уже начинают, родственники, например, начинают, ой, ты так стал хорошо выглядеть, у тебя такое здоровье стало хорошее, у тебя это стало хорошее, что ты делаешь? Ну-ка расскажи, расскажи. И так вы тоже к этому приходите таким путем. Ну, вот и почему вот эту тему секретом наружу, то есть нужно очень четко понимать, что когда мы пытаемся что-то скрыть, то мы неосознанно, скрываемое, выставляем наружу. Если мы пытаемся сказать, какой я всемогущий, то мы неосознанно пытаемся закрыться, выставляя, например, ту же аватарку какого-нибудь, какого-нибудь бога всемогущества, скрывая себя при этом, да? Или как только мы начинаем в чем-то убеждать кого-то, то мы четко понимаем, что убеждая кого-то, мы говорим, мы убеждаем сами себя. Мы сами себе доказываем, что не, не, это не так, это не так, это надо. Ребята, давайте вопросы, задавайте. Продолжение следует... Я сейчас попробую еще на YouTube посмотреть, там есть вопросы или нет, потому что были вопросы и про клетки. Сейчас, если найду, то зачитаю. Да, и ребят, еще в чате, кто новенький у нас в школе автономии, давайте все же, как бы, это общий чат и просто свои фотографии выставлять, как бы, ну, я не вижу смысла, чтобы вы там их выставляли, да? То, что вы что-то делаете, какие-то зарядки, какие-то практики, то, конечно же, это здорово, чтобы выставлять. А когда просто выставляют там себя с котятами, с морлятами, там еще что-то, это чат не для этого. Так, Викусе у нас вообще молодец, все, она идет, идет, идет у нас. Так... Да. 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 Спасибо. Так, вот, нашла. Слабость на автономии, что делать? Слабость на автономии, что делать? Так, тут рук поднимать. Сейчас, подождите секунду, Олег. Я уже говорила неоднократно, смотря на какой день, это, как правило, на третий, на четвертый день, у нас есть внутренняя энергия и есть внешняя энергия. Внешнюю энергию мы всегда чувствуем. Мы начинаем быть энергичными. Внутреннюю энергию мы не чувствуем. Мы не чувствуем, как у нас работают внутренние органы. Мы чувствуем только, когда они начинают болеть. Вот, и как раз вот это вот, когда мы выходим на такие дни, когда у нас идет, начинается вот эта вот очистка, когда внутренней энергии недостаточно для очистки внутренних органов, у нас внешняя энергия идет внутрь. Вот, и когда у вас начинается вот эта вот слабость, вы, ну, слабость в радость, как я говорю, вы должны понимать, что как раз пошла очистка внутренних органов, и все ваши ресурсы пошли на пользу вот этой слабости. Если, мало ли, вам нужно куда-то срочно выехать, уехать, подойти, там, работать, да, еще что-то, и вы не хотите выходить из сухих дней, но слабость очень жуткая, берете две крупиночки соли, ну, желательно, там, морской, розовой соли, да, потому что она крупная, кладете под язычок, буквально через 20 минут, вы бодрячком, и вам хватит этого с 6 часов и больше. Но не пересвертывайте, это экстренный случай, это когда соль, вы остаетесь на сухих днях, физика продолжает чиститься, а физика приостанавливает чистку, и слабость уходит. Так. Так, так, так. Какие состояния на длительной автономии, что происходит с сознанием, как дела с энергией и мотивацией пребывания в настоящем моменте? Ну, смотрите, вы же все это можете сами на себе ощутить. Вам зачем мои состояния? Они вас никуда не приведут. Как дела с энергией? Энергия бывает есть, бывает нет. То есть идут точно так же чистки. И я уже говорила, потому что некоторые говорят, ой, автономы, они вообще ничем не болеют, вот они такие все клевые, там их вообще ничем не возьмешь. Но я могу сказать, что да, там, наверное, не будет каких-нибудь там ковидов, еще что-то такого, возможно, и не будет. Но вы возьмите две салфетки, одну чистую, одну грязную, и протрите поверхность, где вы увидите грязь? На чистой салфетке вы увидите грязь. И точно так же, вот если очищенное тело, стоит чихнуть, еще что-то, тело начинает моментально это выводить, через сопли, через кашель, еще через что-то. Это выводится все быстрее, но выводить это нужно. На чистое тело прицепляется быстрее и отцепляется быстрее, но тело это выводит. То есть мы не в панцире, мы все равно еще в этом мире. Как не скатываться в потребление при стрессах? Стресс – это уход от себя. Если ты стрессуешь, значит, ты не поймала себя. Как только ты понимаешь, что есть я, кто есть я, когда ты возвращаешься к себе, то у тебя вот стрессов, их не может быть. Могут быть какие-то там разочарования, там еще что-то, но они такие... такие кратковременные. Я даже не могу сказать, что прям есть разочарования, да? Они как бы есть и есть, но это, видимо, на каком-то этапе еще, может быть, будут. Поэтому как только ты поймешь, что ты даешь сама себе, то какой стресс, зачем тебе потребление? Смотрите, ребят, еще потребление. Я здесь не рассказываю, я стараюсь говорить в закрытых эфирах, потому что не все подготовлены. Автономия – это, еще раз повторюсь, это маленькая, маленькая окошечка знаний. Инструмент совсем маленький. И вот когда мы ходим в школу, у нас в школе есть математика, физика, там, алгебра, литература, ты-ты-ты-ты-ты-ты. И вот этот вот скоп вот этих вот всех предметов, это называется школа. И у нас точно так же школа. И автономия – это маленький урок. Я вам скажу больше, бессмертие – это тоже маленький урок. За бессмертием есть дальше, но я как бы здесь не готова об этом говорить. У нас есть чат, я бессмертный, да, вечный. Я там ребятам немножечко раскрыла, что я вижу дальше после. То есть бессмертие – это тоже инструмент для следующего познания. Потому что чем больше ты идешь вперед, тем больше перед тобой открывается. И когда перед тобой открывается, ты уже тогда понимаешь, как бы, есть ли вот прямо целая вселенная. То есть ты вообще еще получается, что практически не жил. Конечно, для тебя что будет еда? Да ничего, но что она тебе даст? Ну, какую-то минутную посиделку для чего, если у тебя есть целая вечность? Зачем тебе эта минутная посиделка? Ты лучше это время потратишь на то, чтобы встретиться с каким-нибудь интересным человеком, с каким-нибудь ученым. Это великолепно, когда ты начинаешь сейчас уже встречаться с ученым и разговаривать про клетки. То есть ты ему говоришь, что ты видишь, а он тебе это научным методом подтверждает. Он говорит, да, это есть, только он это говорит научным методом. А я как не ученый, не ученый. Я это могу просто на чувствование рассказать. И очень многие вещи, чем дальше ты идешь, тем больше тебя настолько закручивает вот в эти вот, в круговорот того, что перед тобой открывается, просто вот так вжих. Но дело в том, что ты перед тобой это открывается, не успеешь угнаться за тем, что перед тобой открывается. Потому что помимо того, чтобы тебе это нужно принять, прожить, что перед тобой открывается, нужно же еще как-то выразить это, собрать это в слова, чтобы донести до вас, ну, до определенных людей, кто готов донести. Потому что если я не донесу, что толку, человек всегда должен крываться, он всегда должен передавать это однозначно. Потому как если я не буду передавать эти знания, как бы что я буду делать? Что я буду делать там одна? Нет, это не про это. Это именно про деление. То есть весь время делится той информацией, другой делится этой информацией. У нас получается как паутина. Вот это вот информационно-чувственная паутина. Когда ты в неё попадаешь, вот информационно-чувственную паутину, тогда у тебя открывается вообще по-другому весь мир. Но в обычные слова это перевести очень сложно. Да, Галин, давай я сейчас открою тебе. Галочка, говори. Да нет, это случайно нажало, Света, всё-всё. Всё, всё ясно тогда. Вот, поэтому когда, ребят, вы понимаете, вы знаете, что автономия – это маленькая ступенечка. Когда вы уже видите, что бессмертие – это тоже ступенька в дальше, то у вас не встаёт вопрос вообще о еде. Есть она или нет – вообще без разницы. Ну, хотите – ешьте, ну, хотите – не ешьте. Но там уже нет привязок, понимаете? К еде уже нет привязок. Нет такого, что мне нужно сегодня обязательно поесть, мне нужно раз в неделю поесть, мне нужно раз в месяц поесть. Вы будете есть только тогда, когда, ну, вот так случилось. Это даже нежелание будет. Например, какие-то обстоятельства, ещё что-то. Потому что важности этого уже не будет. Это уже… Это уже как бы вот как за ненадобностью. Это то же самое, что зимой одеть шубу. Ну, хочешь – одень. Ну, что, у тебя шубу уже никто не забрал. Ну, хочешь – покрасуйся, одень шубу зимой. Ну, то, что тебе будет некомфортно и не хочется – это уже другой вопрос. То, что ты хочешь шубу одеть, чтобы пропотеть, чтобы пойти в другие состояния – это тоже другой вопрос. И еда, она тоже как инструмент получается. Уже не только не еда – инструмент, а еда – это тоже инструмент, когда ты не можешь угнаться, например. Ну, как бы слушая ребят, как бы, наверное, это тоже так. Поэтому много всего. Как только вы начинаете всё вот это познавать, как только вы начинаете всё это открывать, толчка, закрой микрофончик, а то у нас фонит. Как только вы начинаете это узнавать, то вот такие вот вещи, как «Ой, я вот сегодня уже такой-то день в неедении, вот у меня там то-то, то-то, у меня там то-то, то-то» – это уже отходит. На первых этапах это клёво, когда вы начинаете очищать своё тело. Я уже говорила, это когда вы видите свои клетки, и когда у вас прочищается межклеточное пространство, клетки начинают общаться между собой. Это я вам говорю вот прям с деревенским языком обычным. Когда они начинают между собой, у них целая цепь этих всех клеток, причём клетки не только в нас. И это просто вот взрыв, это просто вот огнище информации, которая находится в вас самих. И причём самое интересное, что это научно доказано, просто научно доказано, это говорится красиво, это говорится умными словами, это говорится, там всё расписано по полочкам. Но это уже есть, это уже научно доказано, что так это есть, так это существует, и так это происходит. Поэтому, когда мы идём через какие-то там небольшие силы воли, но не через аскезу, да, именно через небольшие силы воли, это здорово, когда мы всё равно, мы всё равно должны своё тело прочистить. Я не верю, что алкоголик на пельменях может выйти прям вообще в раздрай пойти там и увидеть вообще всю планету. Но я просто таких не знаю, я таких не видела. И, конечно же, когда у тебя очищенное чистое тело, когда тебе, когда ты более лёгкий, когда ты можешь уже собраться и разобраться внутри сам себя, то тогда уже происходят у тебя другие процессы, другие процессы становления. И поэтому я всё-таки за вот автономию, сухие дни, чистые дни, как хотите называть, но не через аскезу. Не зацикливайтесь на этом, идите дальше. Как только вы начнёте зацикливаться, вот не есть, вот ем, вот не ем, вот ем, вот не ем, всё, вы уходите в сторону, вы не идёте в развитие себя. Как только вы просто вот это вот ем, не ем, вводите свой образ жизни для очищения вашего аватара, для очищения вашей головы, всё, вас начинают выбрасывать с каждым разом на новый, на новый уровень самого себя. И это важно. И когда вы вот эту вот волну поймаете, вы тогда уже очень чётко будете. Вы тогда можете не есть, ну, как бы, хоть сколько, сколько хотите, а можете есть. Но уже такого, конечно, никаких сегменей не будет, это уже будет что-то минимизированное, понятно, это уже, и не каждый день, это, ну, это уже проверено. У меня ребята уже это всё на себе проверили раз в десять. Тренировка, концентрация, внимание и воображение. Ребят, как только мы говорим о какой-то тренировке, о каких-то практиках. Я это не люблю, я вам уже говорила, для меня, чем больше ты, если ты внимание уделяешь своё, если ты внимание своё концентрируешь на внимании, то ты кроме внимания над вниманием ничего не поймаешь. А за вниманием стоишь ты. Как ты себя поймаешь, если ты сконцентрирован на другом? Воображение. Точно так же, концентрация, воображение. Как только ты концентрируешься на воображении, которое не случилось в тебе искусственно, то это уже отдельно от тебя воображение. Если ты уходишь в лёгкости в сам себя, то ты уже будешь видеть другие вещи. То есть у нас ребята уже спокойно видят воздух. Знаете, когда огонь зажигаешь, и вот видно вот такие вот, когда он прям такой он уже неровный, как плотный вот этот воздух. Спокойно можно посмотреть этот воздух. Это всё возможно. И как только вы находите себя, как только вы приходите сюда, не через аскезы, а именно не через зацикливание, а в лёгкости, в чистках, в лёгкости. Ну, в чистке я тоже подразумеваю, это не безумные чистки, ребят, всё-всё-всё-всё вот настолько аккуратно, настолько корректно должно быть со своим организмом, чтобы он вам говорил благодарность, и чтобы в лёгкости шёл и вёл вас именно в тот мир, который мир ваш, который раскрываться должен. Как пережить страх родственников и не скатываться? Никак не пережить страх родственников. Ребят, ну, что вы себя так важно-то превысили самого себе? Посмотрите-ка, пережить страх родственников, и почему вы им не позволяете пережить его самостоятельно? Может быть, я неправильно поняла вопрос, но пережить страх родственников, что они переживают? Ну, пусть они переживают, это их путь. Если вы углубитесь в себя, если вы проработаете себя, если вы уверенно пойдёте не в аскезах, а в удовольствии тем путём, то все окружающие будут это видеть. Если вы идёте через неимоверные усилия, когда уже там, я не знаю, там встать в кровати не можете, ну, конечно, это уже другое, тогда, конечно, они за вас переживают. А если у вас всё это в радости проходит, если вы чётко чувствуете этот баланс, то как они будут за вас страховать? Они уже будут на вас как минимум наблюдать за вами. страха уже этого не будет. А страх это у вас. Ваш страх он передаётся им. Пребывание в настоящем моменте. Пребывание в настоящем моменте, вы каждый раз в настоящем моменте. Не будете сами себя выбрасывать из этого момента, всё будет хорошо. Уберите вот эти вот все наши ограничения держат. ограничения, важность. Мы очень любим важность каких-то определённых вещей, что нам важно вот это. Нам важно быть в настоящем моменте. Ты в нём уже отпусти важность и всё, и расслабься. Просто очень часто не умеем расслабляться, это да. Была тема про однополоотношения. Как противоположность, полиаморе, асексуальность, то есть нет потребности в сексе. Но такие люди строят отношения с теми. И ещё интересно, почему происходит тот факт, что рождаются дети с двумя половыми признаками. Не знаю, можно ли назвать гермофродитами. Ребят, смотрите, чем больше вы будете задавать вопросы не про себя, а просто потому, что интересно, тем больше вы будете уходить от себя. Отвечу я вам на этот вопрос, не отвечу. Ваше отношение к самому себе от этого не изменится. У вас может быть немножечко поменяться отношение ко мне с того ракурса, что ответила я или нет, скажет, ой, вот здесь вот она ещё знает, либо вот здесь вот не знает. Но на меня это никак не отразится, я другой не стану. Будет только ваше восприятие меня, возможно, другим. Но к вам оно не приведёт. Вот пока вы не научитесь задавать про себя, сами себе про себя вопросы, то вы к себе будете долго идти, потому что всё, что вот это вот однополые отношения, которые вас не касаются конкретно, да, там, если кто-то рождается вот с такими-то признаками, которые вас конкретно не касаются, то это будет просто уход, потому что однополые отношения, это, мы уже с вами разбирали, у нас был эфир, и однополые отношения, это именно важность идёт, либо через детство идут какие-то аспекты, либо из-за того, что человек не может себя принять в каком-то своём одном из критерий, во-первых, во-вторых, у нас, мы с вами уже говорили, что хромосомы это наш код, наш код физического тела, ДНК это наш код внутренних клеток, вот, и эти кода, они могут отличаться, ну, они как бы отличаются, да, они бывают лишние хромосомы, не лишние хромосомы, но они формируются не потому, что какой-то недуг у мамы или у пап, у рода папиного, либо у рода маминого, они отличаются тем моментом, когда ДНК код и хромосомный код, у них идёт какой-то дисбаланс, и одна из хромосом переворачивается, одна из хромосом переворачивается, потому как в ДНК, которая вот эта вот выстроенная система, она не согласовалась с хромосомой, которым нужно вывести вас к определенным проживанию себя, и вот она как бы как она не ломается, она не даёт дополнительное, она как будто бы как повноженная на ноль делается, но эта тема достаточно глубокая, я вам сейчас её рассказать полностью не смогу, потому что это не та, не для общей открытой аудитории, потому что там достаточно много моментов, вот, и не каждый готов к этой информации, поэтому смысла я не вижу прям её досконально рассказывать, вот, но там достаточно сложный механизм всего. мне попадалась информация, что есть богоподобные, а есть сварные, затворённые из пробирки, в этом различии, что продукты гумоприи, подобные, способные затворить, но я вам скажу, что люди, которые, да, детишки, вот, из пробирки, у них, у них всё другое, у них нет, у них нет раскрытия, это как на крутихе. Ещё, как живут и что делают на этой земле полностью независимые автономные люди, к чему стремятся, к чему ходят, это же совсем что-то другое, это совсем что-то другое, да, я вам немножечко приоткрыла, что это всё, автономия маленькая ступенечка, вечность маленькая ступенечка, за вечностью ещё, но это я не всё увидела, ребят, это я увидела только маленькое, маленькое всего, и я теперь понимаю, что это просто у нас впереди такой космос, если мы идём вперёд, это те вещи, о которых я некоторое время назад даже не предполагала, что такое вообще существует, что вообще такое возможно. Так, про ДНК и возможно ли геномное редактирование на автономный, да, возможно, и это уже доказано, причём тоже уже, это же уже всё, ребят, доказано, я вам доношу, вот, который я вам вижу вот эти вот чувства через себя, которые я вам рассказываю, я вам просто рассказываю это на простом языке, когда я начинаю потом ковыряться, вот я, например, когда увидела, когда я увидела, что у меня в клетке видят друг друга и передают информацию, я после этого увидела научную статью, что это уже было доказано много лет назад. У нас очень многие вещи лежат на поверхности, как раз вот мы с ребятами, вот это вот и в клубе вечных будем обсуждать, и сейчас вот у меня марафон, и на ретрите я очень глубоко буду рассказывать, на ретрите я буду очень глубоко рассказывать, что это такое, когда вы поймете, что вообще у нас вообще с нами происходит, то вот эти вот какие-то шалости в виде еды, обид, стрессов, непринятия, либо невозможности там какой-то финансовой, либо не финансовой, они просто отвалятся, их не будет в вашем поле существовать, потому что это такая ерунда по сравнению с тем, что вы увидите. Я это вам все на ретрите особенно глубоко покажу. Светлана, много ли времени проводите за компьютером, телефоном, и это как-нибудь на вас влияет? Спрашиваю, потому что у меня с этим проблемы, когда на чистый дня не могу работать за компьютером, тяжело сидеть, как будто выпадаешь из реальности. Поэтому сразу тянет на еду, а сама работа становится неинтересно, нет никакого желания работать, хотя на еде люблю свою профессию, есть желание развиваться в ней, никак не получается совместить чистые дни работы. Нет, я сижу много времени за телефоном, я сижу много времени пишу тексты, печатаю, ищу информацию себе, очень много времени я сижу, но для меня это кайф, для меня это интересно, и у меня бывают такие моменты, когда я ничего не хочу, я оставлю телефоны на бесшумную и просто ухожу в тишину. Могу смотреть какие-нибудь обычные самые сериалы, например, там чуть ли не сутки, вот вчера у нас выключили свет, я вечером после марафона онлайн выключила телефоны, и сегодня я только к вечеру, к вечеру только их включила, вот, потому что мне не хотелось, у меня тоже иногда идут свои процессы внутренние, которые мне тоже нужно осознать, и они такие достаточно для меня глубокие. Так, кто-то у нас там руку тянет, Ольга, Ольга, давай, Ольга, тебе включила микрофон. Добрый день, всем добрый день, Светлана, мне не совсем понятно про гено, сбой на генном уровне, на геномном, вот, и это нам мешает пройти в автономию, да, если я правильно поняла, этот сбой? Ну, нет, это мы сейчас по-другому уже говорили, смотрите, в автономии мешает пройти не то, что сбой какой-то генетический, в автономии мешает пройти, потому что мы не понимаем, что такое. У вас, очень у многих автономия как цель определенная, если вы ее убираете на задний план, то есть она у вас идет просто как чистые дни, вот, например, как спорт, да, вы же, например, знаете, грубо говоря, три раза в неделю вам нужно потренироваться, и вы не придаете этому значения, то есть когда вы тренируетесь, вы получаете удовольствие, и все, вы же все остальные дни не рассказываете всем, о, я там вчера тренировался, а завтра опять пойду тренироваться, у меня там, я вот там присед делала вот так вот, а это делал вот так вот, то есть для вас это как естественный процесс, и если вы автономии, вот то, что я не люблю это слово, автономия вообще абсолютно дебильная, мы не автономы, если бы мы были автономы, мы бы никому не нужны были, и нам бы никто не нужен был, не еденье, давайте все-таки будем приходить к своим словам, не еденье, оно случится с вами, с самотобой, если вы будете практиковать чистые дни, сухие, чтобы очистить ваш аватар, и пойдете дальше к познанию себя. Это все понятно, это все понятно, Светлана, я просто не поняла, я просто упустила момент, я думала, что вот вы говорили про изменения на генном уровне, и что это как-то может повлиять, я может быть вот это просто не поняла, вот это момент. Нет, это я как раз сейчас у мамы про однокловые браки отвечала, вот, и я могу сказать, что у нас, когда мы выходим в познание себя, когда мы уже очень четко отслеживаем, ощущаем, чувствуем, и уже вот это вот знание в нас открывается, открывается, очень важный момент, что мы вечные, тогда у нас клетки, у нас сильно мозговые вот эти вот клетки, они вечные, это тоже не я сказала, это уже доказано много-много лет назад, и они у нас начинают активироваться, потому что все клетки у нас начинают между собой идти активация, и когда они у нас активируются, то у нас структура тела, механизм нашего тела меняется, и нам тогда не важно, будем мы есть или не будем, то есть вот у ребят, которые осознали себя вечными, у них точно так же уходит еда, не потому, что они ее перестают есть, а потому, что она становится неинтересна в их жизни, она у них просто уходит, перестраивается вся внутренняя структура вас, вы становитесь другим, и опять же обращусь к тому, что это уже тоже доказано, что структура человека меняется, и вы на себе это будете чувствовать, это очень хорошо чувствуется, если мы пойдем через аскезы, вот, вот тот вот не ел, например, там 30 дней, а я сейчас его побью, его рекорд, не буду есть 40 дней, а ты понимаешь, что тебя это разрушает, то в лучшем случае ты потом восстановишься после этих дней, в лучшем случае ты будешь еще очень долго вот в этой вот в игре за голод можешь годами там пробыть, а можешь идти другим путем, пониманием самого себя, и эта еда, она будет отвалиться, она у вас может отвалиться в течение года, просто сама собой, потому что уже не будет интерес, потому что вы уже будете знать другие события, структуры самого себя, понимаете? Да, я понимаю прекрасно, и знаете, Светлана, у меня уже есть желание, я поняла прелесть чистого тела, чистоту его, и у меня есть желание остаться, у меня нет желания выходить из чистых дней, из дней естества, единственное, у меня очень сильно падает зрение, и я просто перестаю практически видеть, и вот это меня заставляет немного возвращаться, вот, как вы думаете, с чем это может быть связано? Ну, зрение падает, сделайте себе такую гимнастику для глаз, введите ваши, попробуйте, введите ваши, ваш образ жизни, например, в неделю один-два дня депривации сна. Я не сплю, я не сплю, я не сплю, когда на чистых днях. Ну, здесь нужно смотреть, почему вы не хотите видеть, но еще же очень сильно активируется иное зрение. я вижу все, что происходит вокруг меня без глаз, то есть я знаю людей, которые в других комнатах, что они делают, о чем они думают, я знаю, я слышу природу, чувствую, запахи обостряются, единственное, у меня падает зрение, вот с этим я не знаю, что делать. Ну, разберитесь, почему оно, почему вы считаете, что оно вам такое не нужно, потому что когда у меня тоже оно стало другим, оно у меня тоже стало иным. Я, например, вижу, ну, например, ткань вижу, да, я вижу не тот цвет, который на ткани, а, например, когда ее ткань эту красили, какие цвета смешивали для того, чтобы получился такой цвет. То есть я все эти цвета вижу, к примеру, то есть оно как бы другое становится, оно глубинное, ты видишь другие цвета, иные цвета. То же самое и с цвета тех же листьев, деревьев и всей природы. Ты их видишь по-другому. А то, что у вас оно вот такое вот физическое зрение прекращается, ну, здесь нужно же разобраться, почему именно физическое зрение. То есть вы же понимаете, что, значит, вы недостаточно глубоко ушли в себя, что вам уже даже аватар говорит, ну, как бы все, давай-давай туда, чтобы вытащить что-то вы должны вытащить, какой-то крючок из себя. Интересно. Спасибо. Подумай об этом. Спасибо. Спасибо. Да, ребят, еще. Так, сейчас еще сюда зайду. Комментарии. Вход в другие земли через Менеделье или об этом закрытом клубе говорите? Ну, я вам немножко скажу, в закрытом клубе, как бы, я говорю про, вот, очень много комментариев потом негативных, я понимаю, что они от незнания, но очень многих людей, когда сбивают, как бы, понимаю, что эту информацию не нужно людей в два информации, которые они не готовы. Вход в другие земли, в другие, в другие миры, не через Менеделье, не через познание, Менеделье, это маленький инструмент. Вы просто потом, он у вас отвалится, когда вы уже можете, когда вы уже познаете себя, когда вы активируете свои клетки внутри себя, в иные процессы, когда вы уже будете не бояться, и вот эти стены, когда уже они будут для вас не твердыми, а просто есть она, нет, она состоит, эта стена, точно из такого же эфира, что и вот здесь вот, но здесь вот я вот могу поражать, а здесь-то почему не могу? Тоже могу, понимаете? И когда для вас вот этих вот рамок уже не будет, когда вы это осознаете, то у вас не возникнет вопроса вообще еды, он, это искусственный вопрос в нашем мире, у вас другие вопросы будут, у вас другое предназначение, у вас другое, другие познания, у вас такой космос впереди, что вот эта вот искусственность от поедания кого-то либо чего-то, она просто будет неинтересна, вы можете поесть, ну как бы, а зачем? Это уже абсолютно будет другое. У каждого человека разный потенциал, информация заложена в клетках, в клетках, вся информация у нас в клетках, у нас ее очень много, прям вот, там вся, все вот эти вот родовые, как у нас любят говорить, программы, да, но родовые программы это не бабушки, дедушки, ребят, родовые программы это целая космос, целая вселенная, потому что то, что мы знаем, то, что мы вот здесь сейчас себя пытаемся проработать, это такой маленький аспект, прям, вот прям малюсенький, малюсенький, который, когда вы начинаете приходить к самому себе, вы понимаете, насколько он, его даже не стоит трогать, потому что, как только вы идете дальше, у вас открывается такое, что вот эти вот какие-то малюсенькие аспекты там, что у меня было с родом, что у меня было это, что у меня было то, а как вот это вот закрутилось, а как вот то, они будут уже неактуальны, потому что вы будете намного больше, намного глубже, намного обширнее это все видеть и чувствовать, вы там будете уже жить, это уже другие другие моменты, я бы так сказала, ну, не знаю, это другая жизнь какая-то, вот когда, когда вот говорится вот словами, да, либо ты живешь жизнь, либо жизнь живет тебя, для начала, для меня это была красивая фраза, которую я думала, что я понимала, но когда я увидела, что такое жизнь, я просто поняла, что я вообще никогда, никогда в жизни не жила, то есть то, что я вот в этом дне сурка, вот в этих вот, в маленьком мирке крутился, это такое ощущение, что, знаете, вас заперли в комнату, и вы такие, о, у меня комната, смотри, как круто, я вот такой крутой, у меня уже комната есть, и я даже могу выйти, а там квартира целая, вот это так, как мы живем, а сейчас ты выходишь, и ты понимаешь, что ты выходишь не просто на улицу, что ты, ты понимаешь, что ты можешь ездить между городами, между Вселенной, то есть настолько планетарное получается вот это вот открытие, что мы его вот с обычными словами сложно действительно описать, понимая, что все в голове, нужно брать информационную еду, которая транслирует мысли, про мысли там другой аспект, но мы его затрагивать не будем. Да, ребят, вот вы все можете прийти к такому величию самого себя, и вам нужно для этого сделать самое простое, не заморачиваться на каком-то очередном процессе своей жизни, не заморачиваться на процессе автономии. Она клевая, она клевая, она помогает нам решить некоторые моменты, именно поэтому мы создали этот чат, где мы делимся какими-то определенными фишками, определенными плюшками, но это не целиком ваша жизнь, это маленький-маленький, вот такой вот маленькая ступенечка, за ней вечность, вечность, как только вы осознаете, как только вы активизируете свои клеточки, идете дальше, потому что как только вы вы осознаете себя, принимаете, четко, четко чувствуете себя вечным, то тогда вам открывается следующий этап, то есть за каждым этапом, когда вы приходите к себе, мы же не можем так, вот, например, там, я не знаю, ну, вот я вот вижу ступеньку, да, к примеру, какую-то в автономии, если я не вижу ничего за вот неедением, мне к этой ступеньке не так интересно будет идти, но я до нее дойду, и что, и у всех начинаются вопросы, и что, а что дальше, а как вы себя чувствуете, а сколько вы не едите, а что с вами происходит, а какое у вас это, у вас эти вопросы возникают, потому что вы следующие ступеньки не едите, как только вы увидели ступеньку не едение, за ступенькой не едение, вечность, либо наоборот, ступенька вечность, за ней не едение, они, как бы без разницы, предмет один, один класс, вы увидели, например, за ступеньку вечность, Как только вы понимаете, что там есть вечность, вы уже выходите вот на эту ступеньку, идете к следующей, после вечности вы уже видите следующую ступеньку, когда открываются миры. И когда вы идете уже к следующей ступеньке, у вас будет открываться следующая ступенька. И тогда вас ничего не будет оттягивать назад, потому что вы всегда будете видеть, что вперед есть, вперед, 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 вперед. И вы всегда будете понимать, что о, еще вот это, о, еще вот это, нифига, еще и вот это. И когда вы находитесь вот в таком состоянии себя, когда вот эта вот всякая шелука, которую мы любим себя закрывать, она отваливаться будет, она настолько будет неактуальна, настолько как бы нелепой, что вы на нее даже смотреть, обращать внимания не будете. Вот так вот, ребята. Накидайте вопросы. Вот, а в четверг у нас будет на автополстаре. А сейчас я с вами буду отключаться, пока у меня не выключился телефон. Спасибо всем огромное. Я думаю, что я вам некоторые моменты раскрыла, чтобы вы знали, куда вам идти, насколько все интересно. Я вас всем благодарю, что были со мной. Спасибо за вопросы. Спасибо, Юлечка. Все, всех обнимаю. Спасибо. 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 Спасибо.